Всем привет, это новое видео. Сегодня я расскажу вам про жизнь сколиозника, что такое костер-шино, что такое операция, как жить с металлоконструкцией в спине. Вот так у меня выглядит сейчас мой позвоночник. Отвечу на вопросы, которые мне задавали в моем телеграм-канале. Можете подписаться, тоже задавать вопросы. Многие писали мне просто в личку, я тоже прикреплю скрыму и на все отвечу. Все началось с 2016 года, я тогда переходила в пятый класс. Может быть раньше, я точно не помню эти промежутки, но как все начиналось? Я говорю маме, посмотри на мою эластичность, я сейчас пальцами рук достану до пальцев ног. Я наклоняюсь, мама смотрит на мою спину и все, она в шоке, потому что у меня супер-супер кривая спина. Мы бежим к катапеду одному, второму, третьему, четвертому, мне говорят, тебе нужно носить корсет, сделать лфк, ходить в бассейн и так далее, т.д. Я все начинаю делать. Ношу корсет по 2-3 часа, обычный для осанки, потому что я была очень маленькой и на меня просто не было либо в этом ортопедическом салоне, либо что я не поняла нормального, с такими палками. Вот такой короче корсет. Проходит месяца два, может быть, я приезжаю обратно в город, я была в деревне. Я помню, как мне бабушка говорила, Залин, надевай корсет, ходи в нем, тебе нужно. А я тогда не понимала, зачем мне это все надо, я и так хорошо себя чувствую. Я приезжаю в город, опять иду к ортопеду, он мне говорит, ну тут уже все, тут только операция, у тебя уже четвертая степень. Ну я в шоке была, мама тоже в шоке была. Идем к другому ортопеду, ложимся на обследование, чтобы лечь на операцию, и мне говорят, ну если что, если вы прям очень сильно боитесь. А я тогда была по иммунитету очень слабой. У меня был несколький иммулобин, слабые кости, как сейчас, и я очень-очень часто болела. И хиплая, и у меня не было кожи, у меня для них кости. Они мне предлагают второй вариант, это поносить корсет. Вот они говорят, вот поносите 2-3 года, зато все будет ровное, без никаких вмешательств, никаких конструкций в позвоночнике. Мы соглашаемся на это, опять меня раздевают. А знаете, как происходит, каждый прием у ортопеда тебя раздевают, туда-сюда вертят, счетов на тебя чертят, фоткают, говорят, какая ты кривая и так далее, и это какое-то моральное насилие, правда. Как будто начинается какая-то паничка, когда я к ним прихожу, у меня сразу слезы, хотя они ничего не делают, хоть они со мной нормально разговаривают. Я просто помню отношения именно тех врачей ко мне. Вот мы приехали, они начертили на мне зеленым фломастером какие-то цифры, пофоткали меня там всяк. И сказали, что в день недели, через неделю мой корсет полностью готов. Знаете, как он выглядел? Я посмотрела на него и думала, ну ужас, потому что он был пластиковый, он выглядел вот так вот. Тебе нужно было его носить 24 на 7 и снимать его только, чтобы уходить в душ и сделать гимнастику дыхательную. И я эту гимнастику не делала. Если меня заставляли, то ладно, если нет, то нет. После того, как я проносила его месяца два-три, я его снимала, и я могла проходить без него где-то час. Потом мне было очень-очень плохо. У меня отказывала поясница, вся моя спина. Она не держала меня. Она была расслабленной. И она у меня очень сильно болела. Это как бой в пояснице у каких-то старых людей или при ПМС. Но в сто раз хуже. Ты не можешь нормально покушать, потому что у тебя все болит потом. Ты кушаешь буквально вот столечко, и все. Больше тебя не вмещается. А если ты поешь без него, то ты не сможешь его застегнуть. И ты застегиваешь его, а кожа прищемляется между пластиком. И это было очень-очень-очень больно. Я думаю, вот сейчас тогда начну делать гимнастику, и все будет хорошо. Я ее сделаю, а боль не проходит. Все это длилось на протяжении трех лет. Может быть, четыре года. И я наплевала на него. Я уже видела, что у меня ничего не улучшается. Постоянная боль. Постоянно я прихожу к ортопеду. Он мне говорит только то, что все хуже и хуже. Я уходила во второй степень, бывала. И потом обратно возвращалась в третью. Третья, это моя стабильность. Потом начинается ковид. Мы не можем ездить никуда. Мама не дома. Этот корсет мне стал маленьким. Мне нужно было ехать на коррекцию. Меняла корсет я, кстати, каждые полгода. И стоил он где-то сорок тысяч, если кому интересно. Плюс еще всякие гимнастические упражнения. Их обучение две с половиной вроде бы. Если вы тоже хотите носить его. Я сейчас не отговариваю от корсета. Возможно, он реально кому-то поможет. Помог. Но это очень сложно. Какая-то сила воли невероятная нужна. И у меня была мысль насчет того, что... Если я сейчас выпрямлюсь, то насколько большой процент того, что в старости я не скреблюсь еще раз. Из-за моего... Ну, из-за старости. Ты слабеешь, кости слабеют. Ты просто сама по себе скребляешься. А тут с кривым позвоночником. Я подумала, нет. А если я буду беременной, то я скреблюсь сто процентов. Лучше в моей голове это выглядело так. В итоге я говорю маме с папой, что я больше не буду его носить. Я не буду делать никаких дыхательных упражнений. Что я все равно в старости скреблюсь. Я не вижу в этом смысла. Каждый день у меня мысли об этом. О том, что я буду кривой. Я умру. Не знаю, что угодно. Но не хорошая жизнь. Я не знаю, что еще сказать про это шено. Это было отвратительное время. И я не хочу это вспоминать. Идем к операции. Следующий мой шаг. Подаем заявку на квоту. Заново проходим обследование. Сдаю все анализы. Меня принимают через полгода. Как раз удачно вышло. Получаю, что это был май. И то есть минуту все предметы я закрыла. И помогли закрыть. 16 мая меня оперируют. Я еще неделю там просто так лежала. Потому что у них не было то ли винтов, то ли что. Но почему-то мне не делали ее. А все было хорошо. Мне даже страшно не было. Я уже мечтала об этой операции. Думаю, вот чуть-чуть. И все, я буду суперздорова. Мне будет суперхорошо. В старости я буду прямой. И за день до операции мне становится как-то страшно. И я начинаю плакать немножко. Потом, именно в этот момент, чтобы вы понимали, когда я очень хочу плакать, мне говорят, идем сфоткаться. Я сфоткалась. Пошли к анестезиологу. Пошли к хирургу. Туда-сюда. К ортопеду. Все они мне это сказали. Сказали, что может случиться, что может не случиться. Я начинаю плакать. Меня успокаивают. Успокоительнее попила. И все. Вечером мне сделали квизму. Кто не знал, делают квизму два раза. Мне делали два. Кому-то один. Кому повезет. Заплетают две косички. И на следующее утро меня приняли первой. Было страшно. Перед тем, как вывезти меня с отделения, кололи, по-моему, успокоительнее еще. Чтобы я не обревелась там. Прихожу в реанимацию. Ой, в операционную. Ну, как на каталке меня завозят. Там так спокойно, как будто я в каком-то тревоге оказалась. Там песенки играют. Все они о чем-то разговаривают. Готовятся к операции. Мне ставят вот сюда катет, у меня до сих пор есть шрам. Если видно. Перед тем еще, как делать операцию, как я поняла, всегда два мешочка какого-то раствора в тебя вливают. Потом пришел мой смешной анестезиолог, который рассмешил меня, пожелал удачи. И я посчитала, я во второй секунде уснула. Просыпаюсь в реанимации, потому что мне очень больно. Я зову мою сестру, она меня не слышит. Ну, как я звала ее? Можете подойти, пожалуйста. Было очень тихо, и никто меня не понимал. Я подумала, что меня просто забыли и не вкололи обезбол. Поэтому мне было очень больно. Это как будто в фильме изображают же боль оборотней. Вот такая боль, я подумала, у них тоже. В итоге она мне что-то там вколола. Может быть и нет, я точно не помню. Но я уснула, потом проснулась от того, что меня переворачивали на другой бок. Мне говорят, тебе нельзя лежать долго на спине, давай сбоку на бок переворачивайся. Раза два они меня перевернули сами. А остальные разные, они сказали, переворачивайся самой. Душа большая. Тебе нужно будет самой так делать. Это такая каталка с прикрепленными ручками. И ты вот так лежишь и долго переворачиваешься с одного на другой бок, потому что очень больно. Все ребра болят, вся спина болит. По ощущениям у меня в спине, у меня был тогда наркоз, я отупела. И мне казалось, что у меня две металлические палки. Простите, там шумно. Вот моя спина, тут одна палка, тут палка, а тут пусто. Я просыпалась всю ночь, меня тошнило. Дали такую тарелочку, как у стоматолога, не знаю, как она называется. Вот так вот клали мне под щеку, и я вот туда вот все вливала. Выходил наркоз. Зеленая слизь. Было очень приятно, не мило, не вкусно. Не буду дальше говорить, как это было. Это было ужасно, и было плохо, и больно. На следующий день я просыпалась от криков какого-то мальчика, ненавижу от реанимации. Я больше не хочу, если будет шанс, а не ходить в реанимацию, не идти в реанимацию, там после операции. Вы говорите, я не хочу реанимацию, и все будет с вами хорошо. Как я потом узнала, так везде и у всех. Меня отводят в палату, думаю, все, сейчас буду спокойненько спать. Но перед тем, как меня отвезти в палату, нужно было, оказывается, сфоткаться, чтобы проверили точно ли все там у меня срослось, все ли хорошо. Сначала в один, потом в перевязочную, чтобы мне поставили дренаж. Дренаж это такая трубка и мешочек. У нас скапливается вся кровь. Еще там очередь в этой перевязочной была, я вообще офигела. Через время я наконец-то оказалась в палате. Спала весь день, поела один банан. Через силу меня заставили поесть. И на следующий день просыпаюсь от криков такой женщины. Она говорит мне, вставай, сейчас будешь учиться хотя бы вставать. Поднимает меня, а я не могу встать, мне так больно было, я плакала там. Ну, на первый и второй день нужно хотя бы встать и на третий уже ходить. Нужно это все делать быстро, в быстром темпе. Никак не останавливаться, потому что, ну, иначе очень долго восстанавливаться придется потом. Это в голове у меня держалось, и я достаточно быстро, я считаю, начала ходить. И могла сделать даже каких-то три шажка. Для меня это было непросто. Я думаю, ну, вау, я такая крутая, я такая молодец. И когда я стала ходить по коридорам, я возвращалась с вот такой головой какой-то опухшей, как будто мне было очень-очень трудно. Я заставляла себя ходить туда-сюда, с одного конца коридора на другой. Потом выходила на свежий воздух. Я задыхалась. Первое время очень сложно потом дышать на улице. И лучше уж потихоньку, мне было тогда страшно, что я вообще к воздуху не привыкну. Но привыкла, все хорошо. Дает упражнение лежа и стоя. Сейчас отвечу на несколько вопросов, которые мне задавали, и можно заканчивать видео, получается. Принесла телефончик, чтобы посмотреть все вопросы. Мне писали в личку много людей, и вот так пунктами задавали вопросы. Я была в шоке. Мешает ли металлоконструкция в спине сейчас? Нет, я ее не чувствую. Ее как будто бы нету. Просто когда трогаешь, какая-то непрям чувствительность супер идет. И наклоняться не можешь. То есть, вот мой позвоночник выглядит сейчас вот так. И я не могу наклониться как-то. Сделать волну, сделать мостик вот такой, знаете. Но не знаю, как объяснить. Как будто просто растяжки нет. Вот и все. Я ее не чувствую. Как, например, после операции сразу. Тогда я ее чувствовала. Через сколько дней после операции начала ходить? Нужно заранее проходить обследование, сдавать анализы. И все это будет в метод учреждения. И вот после операции я начала ходить, я говорила, на 4-й. Ну, с 3-го по 5-й день. Но 3-й это буквально 2 шажка. А уже на 5-й я, ну, 10 шажков ходила явно. Я еще не сказала, что все зависит от степени, которая у тебя, от градусов, от, я не знаю, каких-нибудь других факторов. У меня было не прям настолько плохо, но плохо. И еще и грудное и поясничное дело. У кого-то можно только один, у кого-то краю свыше, больше, там и так далее. Куда-то там болты вставят в другие места. Все это как-то индивидуально работает. Советы, наверное, потеплее одежду взять. Потому что чехол не переворачиваться было неудобно. Я звонила маме. То есть вот ее кровать, вот моя кровать. Но она меня не слышала, но все время, ну, ночью все люди спят. И я будила ее. Нужно заранее проходить обследование, сдавать анализы. Или это все будет в метод учреждения. Ну, я сдавала еще в своем городе, тоже говорила видео. Но какие-то дополнительные, которые вы не сдали, можно пройти, мне кажется, все в кургане. И все. Некоторые зубы даже лечили там, потому что у себя не вылечили. Думала, ну, думали, прокатит. Не прокатило. И советы, какие я бы дала, там мне писали тоже, взять теплую одежду. Потому что после операции нереально переворачиваться. Самое приходится просить кого-то. Я звонила маме. Она спала здесь, я тут. Я звонила и говорила, мам, вставай, мне нужно перевернуться. Я еще не сказала про бейсболы. Там будет... Вам дадут список того, что вам будут вкалывать. И в каких количествах. Какие-то... Китарол. Что-то там еще похлеще. И парацетамол. И вроде все. Там сколько-то китарола, сколько-то того. И парацетамол один. Потому что температура высокая после операции держится. Это нормально. Это организм привыкает к конструкции. Я вам не рассказала, знаете, что самое главное. Что после операции ты не контролируешь свой сон вообще. Я могла ночью вколоть себя бейсбол сильный. А есть китаролы, есть еще какое-то непомнимое название. Я его вкалывала ночью, чтобы я могла спокойно спать. Но в итоге я не могла спать. Мне было очень больно. И он какой-то, наверное, адреналин далал мне. В итоге я начала вкалывать туда что-то послабее. И хотя бы спала. А так я не спала до 5 утра, до 6. И не спала с 7 до 10. И с 10 до 5 я опять не спала. Такой мой график был. Какой-то непонятный. Поэтому нужно как-то распределить. И вкалывать постоянно. Я бы не советовала безболу. Нужно как-то потерпеть. Потому что это все влияет на желудок. И потом могут быть проблемы. Я их не хотела. Я терпела боль. Лучше уж так. Ну, по моей теории. Но в первые дни я вкалывала по полной. Я когда узнала, что оно у меня в таких количествах мощных. И что там 3. И 3, наверное, 6. И просто думала, ну я говорю, ну все, вкалываем, вкалываем. И я так просила с 7 утра до 5. И они у меня закончились. И у меня остался 1 на бейсбол на 1. И потом после 12 у меня опять новая доза. И я думаю, я не выживу. Я думала, мне срочно нужно спать. Мне срочно нужно спать. Грустно. Непонятно. Еще одна девочка написала, что вам не было ли страшно после операции находиться при людях. Не было ли страшно, что они тебя толкнут. Это все. Мне было страшно, что я не смогу убежать от какого-то маньяка на улице. Когда я приехала в город, мне нужно было ходить. А где ходить? На улице. Потому что я не могла бегать. Но потом как-то привыкаешь к этому. Первую неделю, да. Вторую уже более-менее. Третью и так далее. И становишься как обычный человек. Как и до этого. Если толкнут, было страшно. Но по факту, теперь я со сильным позвоночником. И шансов того, что я его сломаю, меньше, чем у обычного человека. Успокаивает. Предоставляется место для сопровождающих. Бесплатно или отдельно заплатить надо? Нет. У сопровождающих все платно. Они все сами платят и за еду, и за палату, и за все на свете. Через какое время выписывают? Обычно через неделю-две или неделю. Там еще по состоянию смотрят. Но обычно это неделю. После операции корсет носить надо или по желанию? Мне нужно было обязательно носить. И вот сколько там детей не было бы у меня в палате, они все носили корсет галлоуна. А одна девочка мне писала, которая задавала вопросы. Ей вот недавно провели, и она не носила корсет. Еще я знаю, что девочку тоже не носила. Ну вот, все зависит от того, какая степень, какой градус и так далее. Но большинство носит, вроде бы. Мешает ли эта конструкция в жизни? Нет. Я, ну, я, ну, я, я правда не чувствую ее. Через какое время начала ходить на учебу? И вообще, что сказали за трудство? Я, как раз, мне повезло с этим, я все лето восстанавливалась. Было прекрасно. Я еще так себя заставляла ходить. Иногда я приходила, и меня все знобило. Я не бросала в жабь, но знобило. Это все, поэтому не стоит много ходить. Это тоже очень плохо. Нужно какой-то контрольчик поймать. Когда рога тяжело перенесла, после операции сидеть можно. Я ехала 10 часов, кстати, туда и обратно. Туда это было нормально, а обратно. Меня вкололи в больнице. И все 10 часов я была без уколов, без обезболов. Просто потому что, когда наркоз пал, все эти обезболы стало больно колоть. У меня болело потом плечо минут 15. Если попу, то она болела у меня тоже минут 10. Ну, там поменьше, но сюда легче сделать. А в машине только сюда и нужно как бы сделать. Я думаю, нет, я не смогу. Это было очень-очень больно. Как будто вот так вот щипают и не отпускают долго. Все это разносится, разносится. Каждый сам выбирает свою дорогу. Но я выбрала быть счастливой и не колоть обезбол. И спать всю дорогу. Я боюсь, что буду как робот. Я тоже боюсь, что я выгляжу как робот. На самом деле, недавно жаловала своему телеграм-каналу, что я неестественно прямо выгляжу. Поэтому я как-то, ну, потому что, ну, вот так вот. Сейчас я так и выгляжу. Я бы хотела, наоборот, быть прямой. Плюс голова немного уходит вперед. Но все это можно подкорректировать. Если делать там вот эту зарядку, которую мне сказали, я ее делаю теперь every day, every morning. Вот так вот руку поднимаешь, ходишь, что там еще делаешь. Просто привыкаем к этому. Я нашла в этом плюс, что я всегда прямая, что я всегда красивая, прямая сценка. Не как гопни-кот и все. Все так думаем и все будет хорошо. Не жалеешь, что сделала операцию? Нет. Я так рада, что я ее сделала, что я сейчас не мучаюсь со всеми проблемами, которые были до. Я не устаю. Моя спина хорошо. Мне хорошо. Все прекрасно. Ты говоришь, что не можешь загибать спину. Получается, ты не можешь лежать за партой, например. Да, я не могу лежать за партой, как обычно. Я отодвигаю стул и вот так вот ложусь. Ну, типа, у меня прямая спина. После операции еще, кстати, мне разрешили заниматься всем, чем я захочу. И танцами, и не танцами, и так далее. Никаких ограничений мне не дали. Это было все. Все остальное вроде бы я рассказала в видео. Если есть еще какие-то вопросы, можете задавать под комментариями или в моем телеграм-канале ссылка внизу. У меня в закрытии прям есть аноним вопросы. Всем хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok